Ракета Протон Ракета Протон А Владимир Челомей приступил к созданию теперь уже крылатой ракеты морского базирования Челомей сказал-то две вещи Я буду раскрывать крыло, я помещу ракету в контейнер И я создам там хороший микроклимат Вот дятел выпрыгивает из дупла и крылья открывают потом А почему я не могу? Начало 50-х Уникальные кадры Первый старт крылатых ракет конструкции Челомея с борта субмарины Благодаря тому, что крылья складывались, ракеты поместили в компактные контейнеры Одна подлодка несла до восьми таких стратегических ракет Вскоре Владимир Челомей создает противокорабельную ракету Способную стартовать уже из-под воды В 1963 году в марте месяце вышло постановление Которое обязывало Челомея Дементьева, министра традиционной промышленности Заниматься ответом на следующий вызов Американцы стали развертывать тысячу ракет легкого класса «Минитмен» Челомей с нуля создал тысячу подобных шахтных ракет Легендарную сотку УР-100 собрал всего за два года Самую массовую межконтинентальную ракету в истории ракетно-ядерных сил Благодаря ей Владимир Николаевич создал всю структуру советских ракетных войск Стратегического назначения Надежные УР-100 до сих пор стоят на вооружении РВСН Мы сейчас стоим непосредственно на крышке на защитном устройстве Под которым находится ракета УР-100, поставленная на вооружение в 70-е годы прошлого века Ракета находится в хорошем состоянии, готовая выполнить свою задачу по бредному назначению Если раньше ракеты «Янгеля» нужно было вытаскивать раз в полгода, в год, в три года Из шахты везти на техническую позицию То в Челомейских ракетах это исключено И прежде всего сотка Впервые заправленная топливом ракета могла находиться на боевом дежурстве 10 лет А время от получения команды до пуска сократилось до двух минут Вот делали мы крылатые ракеты И вдруг Владимир Николаевич предлагает делать космическую станцию От крылатой ракеты до космической станции Это такие диапазоны Это совершенно другой уровень техники Очередной космический шедевр Военную орбитальную станцию «Алмаз» Владимир Челомей начал разрабатывать в середине 60-х С помощью «Алмаза» Челомеевские ракеты контролировали бы всю планету Так, заходим Это была самая совершенная и недосягаемая лаборатория космической разведки На станции полтора десятка различных фотокамер, работающих в любых диапазонах Вот чем отличие Челомея от других конструкторов генеральных Что он все хотел Вот космос, изучение космоса Ракета – своя Станция – своя Корабль возвращения на Землю – свой Владимир Челомей – единственный советский конструктор Который смог создать полноценную космическую систему 19 апреля 1971-го Челомеевская ракета-носитель «Протон» выводит в космос первую орбитальную станцию Салют Королевского КБ-1 Взяли у нас пять корпусов, отобрали готовых этих станций И на основе этих корпусов сделали вот этот упрощенный вариант Который назывался, ну не орбитальная станция, как у нас орбитальная пилотированная станция, ОПС А у них долговременная орбитальная станция, ДОС Тоже выпустили быстрое постановление Приурочили его Ну, это было поддержано К столетию, со дня рождения Владимировича Ленина В апреле 1970-го года И в 1968-м году Предложили вот такой упрощенный, ускоренный вариант Станцию упростили и переименовали Вместо «Алмаза» в космосе работали станции «Салют» Но Челомеевская разработка все-таки побывала в космосе Трижды, под чужим именем Во втором полете «Салют-3», он же «Алмаз» Выполнит первые в мире официально признанные стрельбы Из бортового орудия космического корабля Были обычные патроны Калибр, я честно говоря, не помню сейчас какой калибр Но хороший калибр, пробьет сразу Осенью 1985-го в космос полетел Александр Волков Это была экспедиция на станцию «Салют-7» Последний «Алмаз» Действительно интереснейшая была программа Станция «Салют-7» она маленькая Всего один модуль был У нас пять человек там И нужно было много и за борт работать То по звездам, то по атмосфере Сегодня технические наработки Челомея Используются на Международной космической станции Главный служебный модуль «Звезда» Почти полностью повторяет конфигурацию «Алмаза» А Челомеевская ракета-носитель «Протон» Одна из главных рабочих лошадок мировой космонавтики Ракета УР-500 впоследствии «Протон» Она спроектирована так, что создавала достаточно щадящие условия для полезных нагрузок И хорошая, мягкая ракета Челомея Она обеспечивает очень высокое соотношение полезной нагрузки к общей массе аппарата А это и есть показатель эффективности По мнению специалистов, Владимир Челомея создавал технику с запасом на несколько десятилетий вперед Его изобретения работают на космонавтику и сейчас И, скорее всего, идеи гениального ученого помогут людям во время путешествий к другим планетам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok